Городские чиновники сдадут свои аккаунты. На очередной сессии Гурсовета принято решение обязать муниципальных служащих сообщать сведения о всех адресах сайтов и страниц сайтов сети интернет, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Под действие закона попадает информация о созданных госслужащих страницах на сайтах знакомств, форумах, блогах, социальных сетях, таких как Одноклассники и ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и прочие, об аккаунтах в Ютуб, Гугл, а также об иных страницах, позволяющих идентифицировать их содержание с личностью госслужащего. Изменения коснутся также подарков и денежных вознаграждений. Предусмотрено, что данный подарок, который получает муниципальный служитель, он обязан передать собственность муниципального образования, и он имеет право выкупить данный подарок в соответствии с действующим законодательством. Принятые городскими депутатами на сессии решения коснутся и размера пенсий муниципальных служащих. Так, размер ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, составит 20% месячного денежного содержания. Кроме того, данным проектом предусмотрен установлен размер пенсии при получении муниципальных служебных инвалидностей, при исполнении служебных обязанностей, а также предусматривает возможность пересчета пенсии в случае повторного устройства на муниципальном службе. Кроме того, принято решение передать государственную собственность Ненецкого округа из перечня городского имущества 8 квартир по улице Заводская, 11 и 16 для детей-сирот. Эти квартиры нужны округу для исполнения судебного решения, который обязал окруженные власти предоставить квартиры детям-сиротам. Пройдя анализ, у нас есть квартиры только в домах, в доме по улице Авиакова. Посмотрим, по площадям данной квартиры намного превышает потребности для детей-сирот. Учитывая, что есть квартиры, которые были переданы на свое время городу, и они уже год не востребованы, чтобы не переводить 8 квартир на Авиакова и детей-сирот, мы попросили передать нам эти 8 квартиры на заводском, который по площадям подходит на детей-сирот, чтобы оставить под переселение полный судебный. Сейчас прорабатывается официальная форма передачи этих квартир. В ближайшее время они должны быть переданы на баланс округа.